Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете новости на CBC и CBC FM. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем. Перед прокурорами государства участников СНГ стоят новые и сложные вызовы. Президент Азербайджана направил послание участникам проходящего в Баку 33-го заседания Координационного совета Генеральных прокуроров государств участников СНГ. Конец кровавому беззаконию армянских банк. Сегодня исполняется 105 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнацкой оккупации, осуществленного силами Кавказской исламской армии. Первой женщиной-миротворцем-азербайджанкой удостойной медали Организации Объединенных Наций стала военнослужащая Латифа Рустамова. В ООН особо отметили ее миротворческую деятельность в Южном Судане. С октября пенсионеры в Кыргызстане начнут получать в среднем на 1500 сомов больше. Это почти 17 долларов. Соответствующий указ об индексикации пенсии подписал президент страны. Надбавка вдвое превышает темпы инфляции текущего года. Президент Ильхам Алиев направил послание участникам проходящего в Баку 33-го заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества независимых государств. В послании главы государства отмечается, что перед прокурорами государств-участников СНГ стоят новые и сложные вызовы. Эти угрозы, отметил азербайджанский лидер, требуют повышения международного правоохранительного потенциала, совместной деятельности по нейтрализации незаконных сетей, предотвращения традиционных и новых видов преступлений, в том числе терроризма, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, коррупции, киберпреступности, отмывания денег. Президент Азербайджана выразил уверенность, что совместные усилия участников заседания позволят своевременно реагировать на негативные процессы нашего времени. Обеспечить надежную защиту государств и граждан. В обращении также подчеркивается, что нынешнее заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ придаст импульс надежной защите прав и свобод человека в регионе, объединению усилий в борьбе со всеми формами преступности и более эффективному осуществлению взаимного сотрудничества. В 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов Содружества независимых государств, проходящих в Баку, принимают участие представители Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России. Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, а также должностные лица секретариата и антитеррористического центра СНГ. Сегодня завершился визит президента Азербайджана Ильхам Алиева в Таджикистан. В международном аэропорту Душамбе в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиева провожали премьер-министр Таджикистана Кухир Расул Зада и другие официальные лица. Сегодня примерно в 9.30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Ходжалинском направлении. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юрий Ким призывает правительство Азербайджана открыть Лачинскую дорогу для гуманитарных перевозок. Два дня назад по этой же дороге, которую Юрий Ким просит, чтобы открыли, был доставлен груз с помощью из Комитета Красного Креста. Тема продолжим с гостем на прямой связи со студией и обсудим с кандидатом политических наук, политологом, журналистом из Израиля Юрием Бочаровым. Юрий, здравствуйте. Добрый день, друзья. Господин Бочаров, это не первый раз, когда Азербайджан сталкивается с однобокой позицией Запада в вопросе мира в регионе и получает советы, которые на самом деле недейственны. Как и сказали до этого, два дня назад груз, который был направлен Комитетом Красного Креста, прошел по той самой Лачинской дороге, которую Юрий Ким призвала открыть. Почему такая двойственная политика происходит и почему Запад так настроен к региону Кавказа, где Азербайджан и так стоит, с протянутой мирной рукой? Давайте начнем издалека. Дело в том, что так называемое мировое общественное мнение, которое как бы давит на Азербайджан, это инструменты в руках определенных стран и определенных мира сильного, которые пытаются с помощью вот этого давления решать свои собственные проблемы. Практически никого в мире, за исключением, может быть, нескольких отдельных людей, на самом деле волнует судьба жителей Карабаха. Это все инструмент давления на Азербайджан для решения собственных проблем. И вот эта двойственная позиция мы видим практически по любым вопросам, когда мы пытаемся выйти на международную площадку. Любые общественные мировые организации всегда являются инструментом в решении вопросов сильных всего. Сегодня Запад в лице Франции, в лице Америки, еще ряда структур пытается влезть по-крупному на Южный Кавказ. С одной стороны, он пытается заменить здесь Россию, но главное в Сочи быть правящей, играющей структурой здесь. И поэтому для этого все средства хороши. И общественные мнения, и двойные стандарты, и провокации, которые непрерывно идут на границы. Вот и все. Это вопросы достижения личных целей. И не более того. Господин Бачаров, тогда вот такой вопрос возникает. А что же тогда стало и станет с брюссельскими, вашингтонскими треками переговоров? Они заморожены или просто ожидают новых каких-то изменений? Вы знаете, в политике, особенно в парламентской деятельности, есть такой ход конем, называется филибастер. Это когда оппозиция, при том, что не может решить собственные вопросы, подает десятки тысяч поправок в законы. Понимаете? Вы обратите внимание, что делала Армения. Она подавала всевозможные протесты в ООН, в другие организации. Азербайджан, находясь, так сказать, в рамках международных и юридических прав, пытался официально, юридически на них отвечать. Он отвечал на один вопрос, возникал второй. Он шел на одну конференцию, возникала вторая конференция. Он заседал за одним открытым столом и как бы решал все вопросы, как бы закрывал все проблемы, но тут же возникала новая площадка. Простите, этот вопрос уже называется третий год. С момента, как замолчали пушки, как говорится, война идет за круглым столом. И ей конца не видно. И, к сожалению, за круглым столом сегодня вопрос не решится. Получается, господин Бочаров, выход из ситуации будет немирным путем, а каким-то другим, по вашим словам, получается. Но что же мешает Армении, которая и так находится в бедственном положении, как внутри, так и на своей внешней политике, мешает ей в конечном итоге протянуть в ответ на протянутую руку помощи и руку мира Азербайджана свою руку и подписать это мирное соглашение? В чем вот корень? Знаете, корень в руководстве. Дело в том, что со стороны Азербайджана руку помощи протягивает человек, президент страны, который отвечает за собственные дела и за собственные решения. А что мы видим с армянской стороны? В стране раздравить, но очень нельзя. И то, что у нас есть какая-то официальная власть под управлением Пашаняна, это о чем ни о чем не говорит, что этот человек, даже его подписанные им же документы о взаимодействии с Бакуа, с принятием решений по Нагорному Карабаху, они практически другим политическим инштаблетам страны не воспринимаются как обязательное исполнение. То есть, то, что мы видим уже несколько лет в Армении, нету человека, который на самом деле от имени страны отвечает за слова и, самое главное, может притворить эти слова в действия на местах. Вот и все. К сожалению, пока в стране несколько политических группировок, несколько военных группировок, несколько агентов влияния зарубежных стран, то нету единого, так сказать, управленческого центра, нету центра принятия решений и воплощения в жизнь. Поэтому вы будете биться, как говорится, с тенями, потому что это бой с тенью идет, это нереальный противник, который не может решить вопросы. Как только в Армении появится структура, которая сможет провести решение до конца, тогда наступит и мир, тогда будет с кем говорить, и тогда будет с кем строить и политику, и экономику. Сегодня этого нет. Господа Ильич, возвращаясь к теме, в кавычках, объективности Запада, почему Западу выгодно, чтобы в Южном Кавказе и в регионе не царил мир, а совсем наоборот? Какую цель преследует? Быть может, это связано как-то с выборами США, Юрия Ким, ее призывы, несуществующие призывы, опять-таки лыжеобвинения и лыжепризывы. Это их по-другому называть не получается, об открытии той самой дороги, которая, как я говорил ранее, и так уже открыта. Вы знаете, как я сказал, сильные миры сего решают свои проблемы. В каждый момент времени возникает новая ситуация. Да, вы правы, с одной стороны, в Америке сегодня выборы. И сегодня президенту Америки надо показать своему электорату, что он решает международные вопросы. И Южный Кавказ это не единственная проблема, где Америка пытается доказать, что она решает вопросы. Это один момент. Многие других стран, та же самая Франция, у которых вдруг возникают все время претензии к демократии в Азербайджане, тоже возникают проблемы. И каждый момент, обратите внимание, все с помощью давления на Южном Кавказе, с помощью каких-то решений пытаются решить собственные проблемы в собственной стране. Будь то политика, будь то экономика. Ведь никто не ставит во главу угла решить саму проблему. Главное продемонстрировать своему электорату, своему военному, своим олигархам, что они решают их проблемы. Вот и все. Слово «Азербайджан», слово «Армения», а тем более слово «народ» в этих делах нет никакого. Только личный вопрос. Благодарю вас, господин Бачаров. И напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был кандидат политических наук, политолог, журналист из Израиля Юрий Бачаров. С Днем спасения! Так, в своем сообщении, Министерство иностранных дел поздравило Баку, который 105 лет назад был освобожден от Дашнайской большевистской оккупации. Было отмечено, что 15 сентября вошло в историю как одно из величайших проявлений братства азербайджанского и турецкого народов. Министерство иностранных дел Турции разместило публикацию в соцсети «Икс» по случаю 105-летия освобождения Баку от оккупации. В публикации говорится «Поздравляем наших азербайджанских братьев со 105-й годовщиной освобождения Баку. Прекрасные столицы Азербайджана. Чтим память всех наших шахидов, отдавших жизнь за независимость». Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи со 105-летием освобождения Баку от оккупации. В публикации в соцсети «Икс» говорится «Со 105-летием освобождения Баку от вражеской оккупации». С освобождением чтим память Нури Паше и героев Кавказской исламской армии, которые не оставили одних наших братьев – азербайджанских тюрков. «Как и 105 лет назад, мы впредь будем единым сердцем, единым кулаком с нашими братьями – азербайджанскими тюрками», – говорится в публикации. 105 лет минуло со дня освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации. 15 сентября 1918 года газета «Азербайджан» опубликовала радостную весть о том, что частями Кавказской исламской армии, направленными на помощь братскому азербайджанскому народу из Османской Турции, совместно с силами Азербайджанской национальной армии, после 30 часов ожесточенных боев удалось избавить город Баку от дашнанских и большевистских захватчиков. 2 ноября 1917 года, спустя неделю после падения временного правительства в Петрограде, в Баку был сформирован Бакинский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, так называемый Баксовет, который возглавил большевик Степан Шаумян. Тогда мало кто представлял себе, что под маской революционера на самом деле скрывался армянский националист и жестокий палач. В апреле 1918 года Бакинский совет при поддержке вооруженных отрядов армянской партии Дашнак Цутюн в результате кровопролитных мартовских событий утвердил свою власть в Баку. Долгие месяцы город находился в ситуации хаоса и неопределенности. Власть большевистско-дашнакской хунты сопровождалась массовыми убийствами азербайджанцев, крабежами и разбоями. Казалось, город Баку и другие города страны уже не спасти. Однако на помощь пришла испанская Турция, которая, несмотря на свое тяжелое положение, несмотря на протесты ряда европейских стран, направила в Азербайджан кавказскую исламскую армию. Цель была одна – восстановить территориальную целостность Азербайджана. Ценой жизни 1130 турецких солдат и офицеров ее удалось добиться. Кавказская исламская армия во главе с небезызвестным Нури Пашой совместно с подразделениями армии Азербайджанской демократической республики смогли заставить захватчиков покинуть территорию Азербайджана. Весь Баку тогда ликовал. Известный миллионер и меценат Гаджизин Лабдин Тагиев даже устроил торжественный обед в честь турецкой армии, который был дан здании нынешней государственной филармонии, после которого вручил Нури Пашей и его офицерам ценные подарки. Освобождение Баку от армяно-большевистской оккупации – одна из самых доблестных страниц в истории Азербайджана XX века. Азербайджанский народ не забыл героизма турецких солдат, не утратил в своем сердце память о них. После восстановления Азербайджаном независимости ежегодно 15 сентября люди посещают могилы павших турецких воинов. Это происходит не только в Баку, но и в Шамахе, Гюйчае и других районах. В 2018 году по случаю 100-летия освобождения города Баку на площади Азадлы к азербайджанской столице прошел торжественный военный парад, в котором приняли участие лидеры Азербайджана и Турции – Ильхам Алиев и Раджеп Таип Ардаган. Азербайджанский народ всегда будет помнить о братской помощи турецкой армии и чтить память турецких солдат, отдавших жизни за свободу нашей страны. Ровно 105 лет назад Баку и другие города Азербайджана были освобождены от длительной большевистско-дашнацкой оккупации. 15 сентября 1918 года азербайджанский народ радостно встретил солдат и офицеров Кавказской исламской армии, оказавших ярое сопротивление агрессору и сумевших переломить ход истории. Несмотря на то, что прошло больше века, азербайджанцы всегда будут с благодарностью помнить героическую помощь и поддержку со стороны турецкого народа. Братство Азербайджана и Турции передавалось и будет передаваться из поколения в поколение. Азербайджан и турецкие отношения основаны на исторических корнях и по сей день являются крепким союзом двух стран. Действительно, если бы Кавказская исламская армия в то время, в 1918 году, не освободила бы Баку, то Баку никогда бы сейчас не был азербайджанским городом. И более того, независимость Азербайджана никогда бы не была полной. Поэтому еще в свое время Расул Заде, основатель Первой республики, он говорил, что освобождение Баку – это приравнивается к провозглашению независимости Азербайджана. Национальный музей истории Азербайджана богат архивными материалами, относящиеся к периоду АДР и Кавказской исламской армии. Большая часть вещественных предметов находится именно здесь. В музее представлены оружие, которое использовали в дни освобождения Баку, и различные предметы, которые были обнаружены во время археологических исследований. Один из экспонатов представляет собой шелковый материал, на котором изображены фотографии турецких солдат и военные атрибуты. Также среди экспонатов можно заметить и листы с молитвами, которые турецкие солдаты носили с собой в бои. Помимо этого, в музее представлены обмундирования солдат того времени. Обмундирование турецкого солдата. То есть, Кавказская исламская армия здесь не отличалась какими-то другими элементами в одежде от остальных турецких солдат. Что касается одежды азербайджанских солдат, то это было перенято из Кавказской конной дивизии, потому что наши служили там. И вот эти бывшие офицеры и солдаты, которые там были, они потом перешли в состав азербайджанской армии. Их обмундирование тоже, в смысле, оно не отличалось. Это было такое же обмундирование. Кавказская исламская армия находилась на территории Азербайджана всего два месяца. Однако именно она сыграла ключевую роль в судьбе Азербайджана. Ежегодно на Аллее Героев 15 сентября чтят память солдат, отдавших свою жизнь в боях за освобождение Баку от армянско-большевистской оккупации. Алиева Сара, CBC. Азербайджанская военнослужащая Латифа Рустамова награждена Организацией Объединенных Наций за образцовую службу в миротворческой миссии организации на Африканском континенте. Сообщение об этом поступило от постоянного представительства Азербайджана при ООН. Организации заявили, что гордятся первые женщины-миротворцы, удостоенные столь высокой награды. По эмо-медали майор Рустамова получила благодарность за образцовую военную службу в миссии ООН в Южном Судане. Стоит отметить, что у Азербайджана довольно большой опыт в миротворческой деятельности на территории Ирака и Афганистана, а с 2018 года и на территории Южного Судана. Любые попытки армянской пропаганды очернить Азербайджан обречены на провал. Лучшим ответом на все обвинения является мультикультурализм – основа государственной политики Азербайджана. Благодаря существующему в Азербайджане национально-культурному многообразию, атмосфере этнической и религиозной терпимости, страна прославилась как многонациональное и многоконфессиональное государство, пространство межкультурного диалога мирового масштаба. Азербайджан всегда выступал за мир и восстановление дружбы со своими соседями. Об этом, в частности, пишет в своей статье для влиятельного американского политика помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Как отмечает автор, истории, утверждающие обратное, не способствуют установлению мира, не приводят к достижению соглашения. Более того, цель их распространения прямо противоположна. Они стремятся усугубить конфликт и отдалить тех, кто ведёт переговоры с обеих сторон. Этого деликатного вопроса. В данном случае речь идёт о политике. И это политика самой Армении. Политика, которая была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолжена достойным преемником президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым, осуществляет политику мультикультурализма и толерантности в Азербайджане, предоставляя всем гражданам Азербайджана, независимо от национальной принадлежности, религиозного вероисповедания, иметь равные права и равные обязанности как граждане Азербайджанской республики. Это может и должно касаться армянского населения Карабаха. Остатки армянской армии и режим хунт должны покинуть территорию Азербайджана. Существование в Карабахе серой зоны является неприемлемым. Я обращаюсь отсюда, из синагоги в Баку, к армянам, проживающим в Карабахе. Они могут, как и мы, жить в свободной стране мирно и счастливо. Для этого они должны жить под азербайджанским знаменем, следовать законам Азербайджана. Азербайджан является столицей мультикультурализма в мире. Здесь этнические, национальные и религиозные конфессии веками свободно живут в мире и в братстве. Так будет всегда. Кроме того, дорога Агдам-Ханкенди должна быть открыта на постоянной основе. Мультикультурализм как образ жизни азербайджанского народа прошёл большой исторический путь и стал сегодня одним из основных политических курсов государства. Однако этот путь развития исторически сталкивался с чёрной полосой – террором. Армянский терроризм становился главным кровавым препятствием на пути мультикультурализма. Сегодня Азербайджан сталкивается с беспочвенными обвинениями по поводу якобы развязанного гуманитарного кризиса в населённой армянами части Карабаха. Армянская пропаганда обвиняет Азербайджан вместе. Но армянские пропагандисты упускают важную деталь – не может мстить народ, который объявил своей самой большой ценностью мультикультурализм. А уж о терпимости и терпении азербайджанцев и говорить нечего. Карабах был освобождён после 30 лет оккупации. Азербайджан обвиняют в создании голода на подконтрольных российским миротворцам территориях. Но при этом вторую неделю на дороге Ахдам-Ханкианди простаивает фура с тоннами мучных изделий. Армян в Ханкианди пугают этническими чистками в случае реинтеграции в азербайджанское общество. Но ведь они многие годы спокойно проживали на территориях Азербайджана, пока их души не были отравлены спорами армянского сепаратизма. После того азербайджанская сторона не раз отмечала то, что никто не собирается выживать армянское население из Карабаха. Азербайджанцы и армяне будут жить вместе, тем самым демонстрируя всему миру, как можно уживаться, учитывая интересы друг друга. Посылы в сторону армянского населения Карабахского региона, многократные к ним эти вот обращения, приглашения, но они пока игнорируют. Но, конечно, это не может быть бесконечно. Я думаю, что в конце концов определенное количество армян Карабаха уже на сегодняшний день мы видим вот эти вот очень маленькие легкие движения в сторону Азербайджана. Я думаю, что потихоньку дорога открылась с Агдам, Ханкинды, потихоньку это население начнет принимать паспорта азербайджанские. Одним из основных тезисов армянской пропаганды является отсутствие гарантий для армянского населения после процесса реинтеграции. Но главной их гарантией является Конституция Азербайджанской Республики, которая гарантирует равные права для всех граждан вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Ну а гарантом Конституции является президент Азербайджана. Карида Немалиева, Сибиси. Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амрулаев встретился с учителями и учащимися впервые, отпразднувшими День знаний, 15 сентября, в средней школе номер один имени Мирзы Улукбека в освобожденном Физуле. На торжественной церемонии в школе, где впервые за 30 лет прозвенел первый звонок, присутствовал также спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район. Эмин Гусейнов В прошлом году первая школа Агалы стала первой функционирующей школой на освобожденных территориях. Свою работу продолжает и школа в селе Талыш Сугоушана. Сегодня же к работе приступает школа номер один имени Мирзы Улукбека в Физуле и средняя школа номер два города Лачин. Мы также планируем восстановить работу школы номер один в Шуше и школы в селе Забух. Мы продолжаем строительство школ и в других регионах. В городах Зангелан и Губадлы продолжается процесс проектирования. Школа в Агдаме готова и ожидает возвращения местных жителей. Средняя школа номер один имени Мирзы Улукбека в Физуле рассчитана на 960 учащихся. Она построена по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиоева в качестве подарка от имени узбекского народа. В церемонии открытия школы 23 августа приняли участие президенты Азербайджана и Узбекистана. В новом учебном году в школе укомплектованы 11 классов из 160 учащихся. Преподавать здесь будут 15 учителей. В ежегодном докладе Европарламента ЕС и Турцию призвали найти выход из тупика в отношениях друг с другом и даже поискать альтернативу членству Анкары в Европейский Союз. Реакция Турции не заставила себя долго ждать. МИД ведомства страны раскритиковал доклад Европарламента. Подробнее об этом расскажет коллега, корреспондент CBC Турал Асадид. Турал, здравствуй, слово тебе. Добрый день, Руфат. Да, позиция Анкары ясна. Ответ был незамедлительный. Турция заявляет о том, что подобные отчеты лишь вредят своим отношениям между Турцией и Евросоюзом, учитывая тот факт, что на сегодняшний день Турция намерена активизировать процесс вступления Турции в ЕС. Но вот по отчету Европарламента видно, что ряд политиков и европарламентариев в ЕС все еще выступают против данного процесса, интеграционного процесса Турции с ЕС. И вот по отчете говорится о таких вопросах, как проблема острова Кипр, который разделен на две части, северную и южную. На северной находится Северная республика Турецкого Кипра. Турецкая республика Северного Кипра, прошу прощения. И Анкара выступает гарантом безопасности данной республики. И в ЕС и в Европарламенте выступают, безусловно, с позицией греческой стороны, греческой администрации острова. И поддерживают позицию греческой стороны. Хотя есть очень много решений Совбеза, резолюции решений Совбеза ООН. На уровне ООН этот вопрос решался. И говорилось о возможности создания двух государств на острове. Ранее, когда говорилось о процессе интеграции двух общин острова, турецкая сторона выступала за. Но греки после определенного периода заявили о том, что нет, они хотят лишь своего греческого государства на острове. И данный процесс был приостановлен, заморожен. И поэтому Турецкая республика уже была вынуждена защищать интересы и права турк-киприотов на острове. И данная позиция Анкары на сегодняшний день продолжается, что является одной из тех проблем между Турцией и ЕС, которыми сейчас апеллируют европарламентарии и подготавливают подобные отчеты. Но предвзятое отношение европарламента в целом, отдельный европарламент, сказать, что в целом ЕС это будет не совсем корректно, конкретно европарламент время от времени проявляет вот такую позицию. И отношение к Турции, предвзятые отношения, мы это наблюдали также, подобные отношения мы наблюдали и к Азербайджану, когда в то время как территории Азербайджана на протяжении 30 лет были под армянской оккупацией, европарламентарии выступали с такими отчетами, заявлениями и подготавливали подобные годовые отчеты касательно Азербайджана, и не замечая при этом абсолютно факта оккупации азербайджанских земель со стороны Армении и, безусловно, факт нарушения, грубейшего нарушения прав азербайджанского населения, граждан Азербайджана, которые были убиты и изгнаны армянами в результате чистки, этнической чистки из Карабаха. Безусловно, после того, как Азербайджан во время 44-дневной войны освободил свои территории от армянской оккупации, позиция Европарламента немного сменилась, но, тем не менее, вот нападки в сторону Турции продолжаются. Анкара выступает за продолжение процесса нормализации отношений с отдельными странами ЕС и за запуск процесса вступления Турции в объединение, в этот союз. Здесь Анкара заявляет о том, в лице Речеба Тайвердагана, например, недавно на днях, заявляла о том, что Турция полностью готова к данному диалогу, и ЕС будет намного сильнее и станет действительно сильным региональным и глобальным игроком лишь в том случае, если Турция вступит в Евросоюз. И, безусловно, учитывая тот факт, что Турция на сегодняшний день играет в нашем регионе очень важную, возможно, и ключевую роль, политическую ее роль, экономическую ее составляющую, ее возможности, военно-технические ее возможности. И тот факт, что Турция является одной из сильнейших государств, членов НАТО, военного альянса. Все эти факторы говорят о том, что ЕС лишь выиграет от вступления Турции в Союз, но, тем не менее, подобные отчеты имеют место. С другой стороны, Турция всегда заявляет, напоминает в последнее время о том, какую посредническую роль она играет сегодня между Россией, Россией, Украиной и Западом. Вот в вопросе данной войны, безусловно, напоминает о том, что при посредничестве и помощи Турции было заключено соглашение о зерновом коридоре в Черном море. Турция также добилась обмена военнопленными между Россией и Украиной. То есть все эти факторы в Анкаре заявляют о том, что ЕС и отдельный Европарламент должны заметить и принять во внимание. Но здесь мы видим однобокое отношение. Вот в заявлении в ответе МИД Турции также именно так это отношение, отчет называется, однобоким отношением по отношению к сотрудничеству и партнерству с Турцией. Турция уже призывает, безусловно, европейскую сторону, европарламентарьев отдельно к конструктивному диалогу с тем, чтобы стороны и Турция, и ЕС на пути данного процесса вступления Турции имели взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня Турция является крупнейшим торговым партнером ЕС, вернее ЕС является крупнейшим партнером Турции в этом регионе. И эти взаимоотношения крайне важны для Анкары, когда вот ряд экспертов, политиков и европарламентариев говорят о том, что Турция не европейская страна и не нацелена на интеграцию с ЕС. Безусловно, здесь в Анкаре понимают, что это просто однобокое отношение, это предвзятость, просто фактор, не замечая тех вот фактов, которые я перечислил, а тот факт, что сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером Турции, говорит уже само по себе. Сегодня Турция экспортирует огромное количество товаров в такие страны ЕС, как Великобритания, Германия, это передовые страны ЕС, и Европейского континента. Тем не менее, вот и европейские политики, ряд европейских политиков, и в целом вот некоторые структуры в лице Европарламента, вот проявляют такую однобокую предвзятую позицию, чем Анкара, безусловно, недовольна. Руфат. Благодарю тебя, Турал. Турал Асади рассказал подробнее о теме. Исламский Эмират Афганистан готов обеспечить работу азербайджанского посольства в Кабуле. Об этом заявил пресс-секретарь движения «Талибан» Забихулла Муджахид и в эксклюзивном интервью телеканалу CBC Азербайджан. Мы на сто процентов готовы к открытию азербайджанского посольства в Афганистане. Мы готовы, так скажем, разровнять почву и провести соответствующую работу. Нам, в свою очередь, также хотелось бы иметь своих представителей в Азербайджане. И все это, я убежден, будет способствовать более активному и эффективному развитию в первую очередь торговых отношений между двумя странами. Также официальный представитель «Талибов» подчеркнул, что Исламский Эмират и Афганистан поддерживают Азербайджан в вопросе территориальной целостности. В первую очередь хочу сказать, что мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы все страны с уважением относились к границам и территориальной целостности друг друга. И так как мы сами пережили войну, мы бы никому не хотели советовать разрешать свои противоречия путем войны. Для этого, напротив, необходимо использовать все возможности, чтобы избежать войны. Нужно выстраивать соответствующие двусторонние отношения и все основы для их развития. Как вы знаете, для Афганистана вопрос территориальной целостности чрезвычайно важен. Думаю, что в той же степени, что он важен и для Азербайджана. Но опять же, я бы хотел подчеркнуть, что, на мой взгляд, нужно делать все для того, чтобы избежать войны. Мы не желаем, чтобы между какими-либо странами разгоралась война. Полную версию интервью смотрите в это воскресенье в 17.00 на телеканале CBC. Эксклюзивное интервью президента Буркина Фасо и Ибрагима Тараура и телеканала CBC Азербайджан вызвало большой резонанс в этой африканской стране. Затронутые в интервью вопросы легли в основу многочисленных сюжетов, которые транслировались местной телерадиокомпанией RTB, а также были опубликованы на ее платформах в соцсетях. В считанные дни интервью набрало сотни тысяч просмотров, а в комментариях под видео пользователи продемонстрировали солидарность с позицией Ибрагима Тараура. В большинстве комментариев содержится осуждение постколониальной политики Франции, а также поддержка независимой политики, проводимой властями Буркина Фасо. Никакого сочувствия пособникам империализма. Необходимо полностью разорвать отношения с Францией. Наконец-то страна преодолела свои страхи, говорится в комментариях к видео. С вами в эксклюзивном интервью телеканала CBC Азербайджан Ибрагим Тараура и затронул последние события, которые происходят в Буркина Фасо. Он также внес ясность в политику своей страны по преодолению постколониальной зависимости, а также рассказал о шагах, которые необходимо предпринять Франции для улучшения отношений с Буркина Фасо. В любом случае, мы не враги французскому народу. Именно политика разделения со стороны Франции создает проблему в Африке. Когда государство не находится в империалистическом и порабощенном духе, проблемы нет. Но пока существует эта идеология, будут проблемы. Мы должны договориться о сохранении принципа равных. Это основной принцип. Должно быть уважение. И пока не будет уважения, это будет проблемой. В Грузии продолжается политический скандал, вызванный слухами о планах США разместить в этой стране военную базу. Накануне грузинский телеканал Матавари Архи сообщил, что в 2021 году во время официального визита в Грузию министра обороны США Ллойда Остина было предложено создать в стране американскую военную базу численностью 1800 человек для улучшения безопасности республики. Однако правительство правящей партией грузинской мечты отклонило данную инициативу. Информация о возможном появлении американской военной базы вызвала широкую дискуссию в грузинском обществе, вызвав эффект разорвавшейся бомбы. Ситуации пришлось вмешаться по совету США в Грузии. Оборонные отношения США и Грузии всегда основывались на укреплении оперативной совместимости и поддержке Грузии в сдерживании дальнейшей агрессии и защите ее суверенной территории, что еще лучше подготавливает Грузию к членству в НАТО. В целях прояснения, распространенные в СМИ информацией, заявляем, что Соединенные Штаты не предлагали создание американской военной базы в Грузии. Помимо Белого дома информацию об открытии военной базы в Грузии, которая распространилась среди местных СМИ, оповергла и Министерство обороны страны. Согласно заявлению оборонного ведомства Грузии, данные об американской базе не соответствуют действительности и используются отдельными средствами массовой информации и политическими деятелями для проведения кампании дезинформации. Комментарии в связи с сообщениями о планах по созданию базы США сделали и представители партии Грузинской мечты. При этом, помимо опровержения, представители правящей партии заявили о том, что для безопасности республики важнее сотрудничество с НАТО для будущего вступления в этот альянс. А мы продолжаем наш выпуск с экономическими новостями, о которых расскажет моя коллега Медина Курбанова. Государственные службы по вопросам имущества при Министерстве экономики продолжаются работы по землеустройству и земельному кадастру. В том числе ведется электронный кадастровый учет количественных и качественных показателей земель в Карабахском и Восточно-Зангизурском экономических районах. Реализация этих работ позволит определить объем земельных ресурсов региона и их состав по целевому назначению. С мая нынешнего года в Лачинском и Агдамском районах, освобожденные от оккупации части Физулинского района, ведутся работы по землеустройству и земельному кадастру. Результаты исследований включаются в единую информационную систему электронного кадастрового учета земель. Это позволит сформировать государственный кадастр недвижимости, повысить продуктивность использования земель и их охрана, а также обеспечит эффективное управление земельными ресурсами. В январе-июне этого года инвестиции в основной капитал в регионах Азербайджана увеличились почти на 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Икс сообщил министр экономики Микаэл Джабаров. Глава ведомства также отметил, что объем инвестиций в основной капитал в регионах составил свыше 3 млрд манатов. В 2022 году в основной капитал в Азербайджане было направлено более 18 млрд манатов, что на 5,5% больше, чем в 2021 году. Тем временем азербайджанская легкая нефть преодолела планку в 100 долларов за баррель. Накануне цена Азерилайт впервые за текущий год составила 100 долларов 53 цента. Рост по сравнению с предыдущим днем почти на 2%. Отметим, что максимум стоимости экспортной азербайджанской нефти отмечался в июле 2008 года. Тогда баррель Азерилайт продавался почти за 150 долларов. Между тем, в течение 8 месяцев 2023 года по основному экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было прокачано почти 20 млн 150 тыс. тонн нефти, в том числе 16,5% – это 3 млн 315 тыс. тонн, доставленных из Туркменистана и Казахстана. Укажем также, что бюджетная цена нефти на текущий год определена на уровне 60 долларов за баррель. Созданием газового хаба на территории страны Турция рассчитывает стать надежным поставщиком газа. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Алпаслан Байрактар на брифинге в Анкаре. По его словам, Турция благодаря газовому хабу может создать конкуренцию на рынке природного газа. Также министр подчеркнул, что Турция в рамках проекта по созданию газового центра построит физический хаб во Фракии на западе страны. Он будет соединять все имеющиеся газопроводы. В проекте также могут принять участие иностранные инвесторы. Байрактар указал, что Турция уже располагает энергетической биржей, на которой можно торговать газом, однако не возражает против создания дополнительной торговой платформы. Сейчас мы продаем газ, например, в Болгарию, Венгрию, потому что до сих пор Турция была надежной транзитной страной, и мы будем оставаться надежным партнером для соседних стран. Но с сегодняшнего дня мы также хотели бы быть надежной страной-поставщиком. Это не обязательно должно быть собственное производство, но как торговый центр, хаб, вы можете являться надежным поставщиком. Поскольку у нас также есть обширная сеть, огромная инфраструктура, в которую мы вложили значительные средства, и будем продолжать вкладывать в инфраструктурную составляющую газовые отрасли. Между тем, министр заявил, что Турция собирается провести рыночные реформы для начала новой инвестиционной эры на энергетических рынках страны. По словам послана Байрактара, Карай и Абудаби подписали большое соглашение о стратегическом партнерстве и сейчас находятся на стадии подписания и согласования межправительственных соглашений по некоторым проектам. Мы подписали две сделки Саудовской Аравии. Заключено большое соглашение о стратегическом партнерстве с Объединёнными Аравскими Эмиратами. Сейчас мы находимся на стадии подписания и согласования межправительственных соглашений по некоторым проектам. Они хотели бы инвестировать в турецкий рынок возобновляемых источников энергии и инвестировать в некоторые газовые и инфраструктурные проекты. Полагаю, что это будет очень хорошим примером и придаст значительный импульс до иностранных инвестиций. Венгерская государственная энергетическая компания МВМ и болгарская компания Булгаргаз подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ нацелен на налаживание взаимодействия в области поставок и продажи сжиженного природного газа. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера. Договоренность была заключена в Будапеште в присутствии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Болгарии Румена Радева. Меморандум предусматривает сотрудничество энергокомпаний двух стран в области поставок и торговли СПГ в Центральной и Юго-Восточной Европе. Территория Болгарии уже используется для транзита в Венгрию газа, который поступает из России по газопроводу «Турецкий поток». Главы Венгрии и Болгарии отметили, что значение южного маршрута для транспортировки газа в Европу в перспективе будет возрастать. Производство электроэнергии в Азербайджане увеличились в январе-августе текущего года на 154 миллиона киловатт-часов. Об этом говорится в публикации министра энергетики Перевизор Шахбазова в соцсети «Икс». Общий объем произведенной электроэнергии превысил 19 миллиардов 245 миллионов киловатт-часов. За отчетный период из Азербайджана экспортировано более 1 миллиарда 530 миллионов киловатт-часов. Импорт составил 169 миллионов киловатт-часов. Основу производства электроэнергии обеспечили тепловые электростанции. На них в январе-августе было произведено 17 миллиардов 714 миллионов киловатт-часов. На долю возобновляемой энергетики пришлось 1 миллиард 531 миллион киловатт-часов, говорится в публикации министерства. Азиатский банк развития выделил Узбекистану 93 миллиона долларов на реализацию проекта развития навыков для современной экономики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и сокращения бедности страны. Дальнейшее укрепление сотрудничества между страной и банком в области развития человеческого капитала обсуждалось на встрече министра занятости Бегзода Мусаева с руководителем сектора развития человеческих ресурсов АБР Аяка Иганаки. Стороны также рассмотрели планы по реализации новых инициатив. Проект развития навыков для современной экономики направлен на повышение конкурентоспособности отраслей промышленности Узбекистана. Он оговаривает содействие инклюзивному росту посредством профессионального обучения молодежи и незанятого населения. Проект будет способствовать развитию квалифицированной рабочей силы в различных отраслях, в том числе строительстве текстильной, швейной промышленности и информационных технологиях, агробизнесе и пищевой промышленности и сервисе машин и оборудования. Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна из Украины. Трансляция заседания велась на сайте парламента. Дебаты по этому вопросу продолжались около трех часов. В итоге за отмену запрета проголосовали 124 депутата, против – почти 68 человек. Отметим, что инициативу разрешить импорт украинского зерна поддержало правительство Болгарии. Премьер-министр страны Николай Деньков заявил, что это понизит цены на основные продукты питания и будет способствовать снижению инфляции. Против возобновления импорта ранее высказывался министр сельского хозяйства и продовольствия страны. По его мнению, это вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна и приведет к массовым акциям протеста, так как у местных аграриев нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами. Напомним, что в апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия прекратили импорт зерна и других видов сельхозпродукции из Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки из Украины четырех видов зерновых и масличных культур – пшеницы, кукурузу, рапса и семян подсолнечника. Сейчас поднимается вопрос о продлении эмбарго до конца года. Это были все новости экономики к этому часу. Передаю тебе слово, Руфат. Благодарю тебя, Медина. Медина Курбанова представила новости экономики. Но это были все новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий вместе с CBC и CBC FM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова